А сейчас об этих и других событиях более подробно. Время деньги. Известное выражение по-своему трактовал один из жителей Магнитогорска. По версии следствия, бригадир дорожно-специализированного учреждения, пользуясь служебным положением, за денежное вознаграждение помогал избегать наказания осужденным к выполнению обязательных работ. Сейчас ему грозит реальный тюремный срок и немалый штраф. Все подробности дела далее. Громкое дело накануне было передано в правобережный суд Магнитогорска. Его главным фигурантом стал специалист дорожного специализированного учреждения, молодой мужчина 1980 года рождения. По версии следствия, за денежное вознаграждение он помогал избегать наказания осужденным к выполнению обязательных работ. Он предлагал этому осужденному за денежные средства в пределах нескольких десятков тысяч рублей, которые переводить ему предлагал в том числе на карту, не отбывать эти работы. То есть он сводил фактически на нет работу целой системы правоохранительных органов. Начиная от сотрудников ГИБДД, которые ловят этих пьяных за рулем, ну и заканчивая работой суда в том числе. Опять же, по версии следствия, обвиняемый получал взятки в период с ноября 2019 по апрель 2021 года. По уголовному делу в отношении бригадира ДСУ прокурором правобережного района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение. Всего мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса России «Получение взятки» и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ «Мелкое взяточничество». Общая сумма взятки составила порядка 240 тысяч рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью 4 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Наказание за один эпизод данного преступления предполагает лишение свободы на срок до 8 лет, а также денежный штраф в сумме до 40-кратного размера взятки. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.